Та-дам! Мне объявили, что я в прямом эфире. Я запаслась очками. Жара, солнце. У меня, наконец-то, солнце в мою сторону стало светить. И как только я собралась всё-таки уже в эфир, всё доделала, подготовила, оно куда-то исчезло. Ну, вот так, девочки. Ну, вот такой у нас будет эфир. С таким вот, ну, я буду как-то приближаться. Вроде всё-таки свет есть, но как-то его маловато. Ну, в общем, как всегда. Что я вам буду показывать? Значит, что я за это время успела? Значит, постареть на один год. Ладно, стать мудрее, старше и всё такое. Отметить это. Нарисовать один марафон. Значит, я сейчас в середине ещё второго марафона рисовального. Я успела подпростудиться, когда рисовала. Значит, я чуть-чуть ещё кашляю, но, в общем, почти уже нет. Я успела, в конце концов, как-то между всеми этими делами, лавируя, делать, 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 ну, знаете, как это, теория малых шагов. По чуть-чуть каждый день, бах, и я тут столько всего наделала. Мама дорогая. Как-то, в общем, я даже не поняла, что я так много. По-моему, я посчитала 26, что ли, пар. Ну, как бы нормально. Здесь будет история суперяркая. Не зря я вот такая вот летняя вся льняная. Сейчас чуть-чуть к вам пододвинусь. Подвигу мебель. А вот всё очень такое яркое. И будет ещё гламурная часть. И даже каким-то образом я умудрилась за ночь эту доделать кучу смолы. Ну, со смолой сейчас будет весело, потому что это вы так рыбу впродаёте. Нет, показываю. Вот, что-то как-то уже вот бычков разобрали. Ну, вот так. Вот, думаю, с чего начать. Давайте с яркого. Раз я уж такая яркая, я даже вот ногти накрасила для вас специально. Думаю, как я без ногтей. Лето, а я, знаете, вот с этими своими рабочими. Вот, у меня ещё девочки сегодня были. Ну, в общем, они меня ещё видели как раз в рабочем. Я так, конечно, это чуть-чуть перья почистила. Вот. Всем привет. 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 Спасибо, девочки. Привет. Ну, вы так это, приготовьтесь. Ну, я чаёк вам, кофеёк не буду предлагать брать с собой. Потому что 26 пар, это надо как-то выдержать. Вы там это, ну, что под рукой? Там, лимонад, лимончелло, просека. Кому что ближе. В общем, берите напитки. Принимайте удобную позу. И, в общем, наслаждайтесь. Кстати, у меня такая идея делать теперь, ну, после, наверное, эфира, фрилс. Знаете, который будет потихонечку показывать все фотографии коллекции. Пока я там выложу всё, я забуду половину и продам. И поэтому, мне кажется, иногда я что-то не выкладываю, что было, что там как-то сразу улетело. В общем, вы мне там просигнализируете, хорошая ли эта идея. Попробуем, такую запущу. В общем, посмотрим на реакцию, понравится это народу или нет. Что-то у меня чёлка отросла, видите, и опять стала её на бок делать. Хорошее питание. Полосы быстро растут. Ну что, что, ладно, я уже болтаю-болтаю. Напитки вы взяли, устроились удобно. Рис будем смотреть. Давайте вот с этих. Они у меня прям вот, я когда поняла, что я буду что-то яркое делать, я прям вот очень быстро их придумала. Потому что с чем лучше всего комбинируется яркое? Конечно же, конечно же, с чёрно-белой графикой. Так, и здесь надо... А, вот так, вот так надо. Я хочу жёлтым внутрь. Так. Посмотрите, как с моим сарафаном они... Слушайте, я кондиционер не включила. Вроде у меня прохладно. Но я сейчас так это... Ну знаете, да, я сейчас же много выделяю энергии. Что-то мне уже жарко стало. Вот такие. Так. Ну вот так даже лучше. Сейчас оранжевый мешает. Я буду туда-сюда её тогда. Чтобы ничего не мельчешило. Сильно сейчас. Вот так. Смотрите. Всё, кайф. Прям кайф. И главное у меня помада, она такая, знаете, красновато-оранжево-розоватая. Какая-то очень непонятная из двух я намешала. И вот даже она сейчас не спорит. Хотя она не попадает ни в один цвет на мне. Она просто помада, которая мне нормальна. Номер раз. Ну вы там можете считать до 26. А я, наверное, собьюсь. Ну, кайф же. Кайф. Так. Буду вот туда откладывать. А то я сейчас запутаюсь. Дальше. 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 Кто на меня? О, вот. Ну вот это будет сейчас. Рыбов я вам показываю. Не выдержала душа сегодня поэта. Девочки мои собирают поголовье рогатого скота. Но я покажу. Но они кайфовые. Здесь так. И вот эта золотинка отсюда. Она классно перетекает сюда. В общем, розовое и золото. И, конечно, со всем фуксином это... Спойлер. Я уже отлила вот такого цвета. Эти. Эти. Пионы. Они какие-то очень неоновые получились. Но, в общем, когда у меня руки дойдут... Я сейчас сделала три пары. Знаете, тоже надо мне. И сейчас я одну себе машинку покупаю. Ну, эту шлифовальную, фрезовальную. Потому что, ну, моя уже дышит наладан. Ну, что-то уже я... Надо обновить основные средства. Ну, кайф же. Кайф. Скажите, кайф. Но это я вам показываю. Так. В общем, это уже все. Они... Сейчас прям отдельно отложу. Они уже Альбину ждут. Так. Дальше. Вот эти. Ну, это даже уже такая... Ну, это и неоновая, и немножко гламурная. Недалеко улетела. И то ладно. Тупо я сейчас выбиралась. В общем, они не бьются. Они, видите, даже краш-тест прошли. Ну, чудесные. Они такие прозрачные, как... Как что? И они, правда, они вот выглядят легко. Вот я сейчас надела. Прям вот легкая. Такая. Видите, рук. Они и есть такие легкие. Так. Так. Вот. Ну, в общем, с маленькой розовой точечкой. Такая чудесная длина. На солнце сверкают. К напиткам игристым располагают. Вот. Розы. Графику. Вдруг у нас на марафоне графика. Я, значит, делаю прозрачную какую-то такую искрящуюся коллекцию. Наступает жара. И как раз все эти искристые легкие фактуры, они прям на ура заходят. Вот такие, посмотрите. Ну, это, я не знаю, мороженка, леденец, какой-то легкий искрящийся напиток. Вот так. Здесь маленькая розовинка. Ну, конечно, там всякие блестяшечки. Вот такие. Ну, вы поняли, да, почему я сарафан выбрала? И я обожаю сочетание вот фуксии с оранжевым. Ну, правда, я всегда его любила, но у меня в одежде такого не было. Но вот в этом году я обзавелась, мне повезло. Это вообще придумал еще и в Сен-Лоран. Кажется, в 70-х у него появился вот это сочетание таких очень насыщенных оранжевых и розовых. И это очень класс смотрится. Они же, получается, там контраст тепло-холодности. И при этом они так друг на друга влияют. В общем, какая-то там химия происходит. Невероятно. Вот. Это я к чему? Ну, это я к своему наряду, на самом деле, и к коллекции. Но вот здесь с голубым. Так лаконично. Лаконично. Я бы даже сказала, что слишком моя внешность для них игривая. Назовем это так. Вот. Так, я так буду перемежать немножко со смолой, чтобы не вот вся смола, не раскрывать все секреты. Вот такие лимончелки. Их тоже уже купили, но я покажу, потому что сочетание графики и вот такого лимонно-желтого, это, конечно, потрясающе. При этом рога, видите, прозрачные. Здесь блестяшки, поэтому здесь плохо все фокусируется. Попробую как-то бочком, может быть. Ну, вот видите, там русалочи вот эти вот мои магнетические штуки. Ну, в общем, красота. Вот. И отличная длина, ну, вот по моим пропорциям. И они, кстати, легкие. И вот это опять черно-белая графика, лимон. Прям, ну, можно меня выпускать куда-нибудь. На прогулку. Ну, только ближе к вечеру. Сейчас очень жарко. Так. Это тоже надо отложить. Ну что, покажу вам. Вот это, я бы сказала, моя база. База на это лето. Потому что это очень легко. Потому что здесь есть оранжевый, который я... Я же, помните, вам рассказывала, когда сошла с ума по оранжевому, что вот сейчас надо, надо, надо как-то этот оранжевый впустить в творчество. Но, в общем, найти правильно оранжевый довольно сложно. Но можно здесь и сияшка, и оранжевый, и графика, и сваровский. Ну и такой... Он немножко золотинкой отливает. Вот верхушка. И она как раз классно рифмуется. И с веточкой, и вот с капелькой. В общем, вкусно невозможно. И тут можно, наверное, даже мне облачиться. Вот, смотрите. Кайф. Да. Просто чума. Слушайте, в этом году все отцвело и зацвело очень рано. У нас уже начали распускаться лилейники. А они как бы к августу обычно. Я молчу про все пионы и ирисы, которые раз и уже закончили цвести. Ну, для конца июня это просто какая-то фантастика. В общем, как-то необычный год. Каждый год какой-то сюрприз нам несет. Вот так. Здесь главное вот эти гинка белоба поправить. Сейчас. Чтобы они правильно повисли. Та-дам. Да, да светофора чуть-чуть не хватает. Но светофор тоже будет, вы не думаете. Вот так. А здесь еще и вот эта стрела и глазик. Ну, просто чума. Ну, и, конечно, эти цвета неоновые. Мне кажется, они давно уже, да, актуальны. Почему-то меня именно сильно в этом году. И, на самом деле, не обязательно к таким серьгам, чтобы вы в неоновые были одеты. Очень круто будет здесь вот подсказка. Если вы в черном, сером. И такая вот ягода какая-то, как бы вам будет делать центр композиции. Все внимание будет к лицу. Прекрасно. Да, здесь, кстати, хочется монохрома. То есть, например, вот так. Как бы, когда уже... Ну, и оранжевый здесь у меня такой. Тракотовый скорее. Да. Вот так лучше. Еще одни. Я сбилась уже. Я не знаю, какие там по счету. Так. Это сюда. А это вот светофор. Ну, какой. Та-дам. И веточка. Моя любимая. И все вот это, что я показываю, это все очень легкое. Очень. Знаете, какие? Мне захотелось куда-то зеленого, чтобы... Зеленая сумка, например. Ну, и, возможно... Возможно... Как-то, если спокойная одежда. А может быть и нет. Белая рубашка. Какие-то яркие брюки. И вообще кайф. Вот такие. Еще я давно не делала такие штуки. Назовем условно их медальки. Это когда достаточно крупная такая форма на... Смотрите, какие прелестные. На ушки. И это смотрится просто фантастично. Я примеряла. Ну, во-первых, я примеряла. Мне надо было понять вообще, замок я туда приделала или не туда. Сейчас я попаду. Оп. И я приделала туда. Как надо. Ну, это же вообще. И вот вокруг, мне кажется, таких серег можно как раз и придумывать образ. Это будет интересно. Это будет очень креативно. Как раз взять и вокруг них что-то обыграть. И даже вот эти половинки, смотрите, я их ни вниз сделала. Долечки лимончика. Мне кажется, для летней вечеринки это вообще просто находка. В общем, если вы собираетесь на летнюю вечеринку. Так. С таким супер ярким... А, нет, еще не закончили. Это я повторила. Я сделала это перед нашим праздником, когда мы 10 лет бренда отмечали. Вот. И их там забрали. А они совершенно фантастические. Мне очень нравится форма. Вот эта планета. И такая брутальность какая-то. И вот этот оранжевый. Ну, вот это точно к джинсам. И, может быть, таким даже вареным, черным, темно-серым. Ну, то есть здесь, мне кажется, надо вот этот розовый убрать. Ну, вот даже так. Классно. И даже не то, что цвет мне не нравится здесь. Здесь мне слишком женственная вот эта вот верхушечка. Понятно, что там у меня юбочка. Оно должно быть как-то побрутальнее сюда, мне кажется. Хотя это не факт. Еще одни медальки. Уже синенькие. Вы помните этих, наверное, жуков. И я сделала вот такую длину. Абсолютно какую-то фантастическую. Так. Вы посмотрите. То есть это я чуть-чуть согнувшись была. Вот сейчас я выпрямила. То есть до ключицы у меня. Длинные. У меня, в принципе... Ну, значит, сразу-ка. У меня шея длинная. Но это как бы влияет только на то, где у меня они заканчиваются. Какая у вас шея и какой длинной серьги вы носите, они почти не соприкасаются. Длинными серьгами, наоборот, вы себе вертикаль создаете. В общем, девочки, мы же фокусники, да? Мы можем разные фокусы проделывать, где надо удлинять, где не надо укорачивать. Вот такие классные жуки невероятно. Вон такие. В пятнышко. Ой, а вот эти... Вот эти, кстати, они бесповторные. Потому что где я найду такую еще фоксию наверх? Нет у меня больше такой фоксии. Но это чума, конечно. Они легкие, они яркие. Не супер длинные. Вот такие. У меня сейчас, да, эти штучки. Не видно за волосами. Свет так падает. В общем, они очень классные. И сюда они мне тоже классно. Вот попробую. Вот. Смотрите. Какой они длины. Легкие. Вверху это стеклышко. Абсолютно фантастического цвета. Рядом с этим стеклом и мои ногти, которые яркие, и сарафан, они вообще меркнут. Вот так. Фантастика. Давайте еще раз покажу. Смотрите, какая форма. Так. Вот такие листики. Ну, вы поняли, что я все хочу, чтобы у вас вот здесь болталось в этом году. Я настаиваю. Синий с бирюзой. Симпатично. И довольно спокойно по цвету. Как бы и тут. Знаете, синим хочется. Ну-ка, сейчас, сейчас, сейчас. Немного фокусов. Ну да, вот так мне больше нравится. Смотрите. Очень так. Я бы даже сказала, сдержанно и игриво. При этом немножко хорошо. С рубашкой рыжей. Так, мы с вами прошли гламурную часть. Ой, не гламурную, яркую. С чем я нас поздравляю. У нас осталась гламурная. Хотела я куда-то еще очки показать, что это классно все с очками смотрится. Ну, вы мне уж поверьте. Сейчас что-нибудь вытащу. Оп. Точно классно. Даже несмотря на то, что они у меня в деревянной оправе. Но они такого цвета, да? Ладно. Оставим это. Забыла, забыла. Так. Вот эти. Очень мне нравятся. Так, жарко мне. Супер длинные. Супер классные. Цепочечки. Смотрите. Здесь у меня фантазия на тему серебряного, такого матового и такого же матового золота и как они между собой взаимодействуют. Мне кажется, что это очень интересная история. Кто-то до сих пор считает, что соединять золотые и серебряные украшения на одном человеке этому витом, а я соединяю золотые и серебряные в одном украшении. И считаю, что это очень красиво. Вот. Очень может для кого-то стать крутой базой. А вот эти, кстати, кубики – это дерево. Они, кстати, вот потяжелее, чем все, что я показывала. Откуда тяжесть цепочки? Они довольно, видите, длинные цепочки тянут. Ну, хороши невероятно. Дальше, вот, лежат ко мне козочки. Козочки космические. Хочется добавить одна штука. В общем, здесь они космические везде. Там и бликов можно наловить, и блестюшки в рогах. Ну, в общем, русалочи. Русалочи-козочки. Как это нефантастично звучит. Обожаю эту форму, обожаю козочек. И, мне кажется, это вообще... Ну, вот, для моего какого-то такого переливчатого гардероба это прям вот база на... на все сезоны. Какие-то сиренево-голубоватые, сложные оттенки, сероватые. В общем, обожам было. Еще я сделала еще одни физалисы. Я даже их не выкладывала. Я уже боюсь. Можно они у меня хоть один день побудут? Цвет здесь, смотрите, какой-то баклажановый, что ли, получился. На просвет они... Вот там вам не видно, а вот с моей стороны очень красиво видно сиреневые прям. И здесь чуть по-другому я оформила верхушку. Очень довольна. И, в общем, они красивые. Невозможно. Как мне вот вам никак не покажу. Их надо брать в руки и смотреть на просвет. Вот такие... Ну, как этот цвет назвать? Ну, сиреневые, да. Если так... как-то сиреневые, они, мне кажется, их обедняют. Здесь гораздо сложнее замес. Я же все время там что-то... Да? Может быть, сейчас еще влияет цвет сарафана. Вот они сейчас на мне выглядят гораздо темнее, чем они на просвет. Ну, красивые невозможно. вот так. Вот, по-моему, чуть-чуть, чуть-чуть стало видно, что они просвечивают, да? Как-то поближе. В общем, здесь надо ловить волну. Так. Цветы. Как можно летом без цветов остаться? Есть одна асимметричная пара, но кажется, я здесь не повторю, потому что вот такого цвета цветы у меня закончились, поэтому тут варианты я его слепила из того, что было. Что-то я не показала вам вместе их. Они все разного цвета. Ой. Так. Розовый такой, золотистый и зеленоватый. И видите, низ я соединила по золотистому как раз оттенку. Вот такие они асимметричные. Очень такие женственные. очень красиво. И вот этот металл дает блики на самих цветах. Вот смотрите, сейчас у меня свет упал так, что видно только металл. На самом деле все зависит от угла зрения. Они сейчас вообще смотрятся фантастично. Ну, в общем, сейчас это обман зрения. Прикол. Видите, прям металл проявили. Надо же. Это называется, когда сама не ожидала. Ну, вот так. А если вы видите, да, что вблизи видно, что там лепестки и так далее, форма вот этой подложки, она размывается. Чудеса оптического обмана. Дальше для любителей такой минималистичной гаммы, сложных оттенков, всего такого. можно оторваться на форме. Молочные. Где-то немножко кофе с молоком, цветы. с сердечками. Ой, какая прихожая. Слушайте, я какая. Я сразу такая девочка. На свидание идти, да. Помните Литвинова в фильме «Сказка Риты последняя», где она на свидание пошла, и вдруг у нее везде цветки, цветки везде, везде, везде. Какой-то там фиолетово-бортовый у нее наряд. Ой, Леночка, я поняла. Так, я пропустила какие-то... Ну, ладно, мы еще спишемся. Я так увлеклась своим рассказом. В общем, да, вспоминаем Литвинову последнюю сказку Риту и идем на свидание. И там она говорит «Я влюбляюсь». Бесповоротно. Да. Отложим. Так, у нас здесь осталось три пары леденцов, две пары на вечеринку а-ля Гэтсби, одна пара, сложно сказать. А вот давайте с ними начнем. Она очень легкая, и я думаю, что для кого-то она вполне себе базовая. то есть здесь красивый очень белый акрил, дальше снова белый акрил, и в общем-то все просто. Но какая классная геометрия, и как она классно, кайфово. Мне кажется, это прямо на море. Девочки, собираем белые сарафаны, дуем на море, не забываем взять с собой серьги. Ну и бирюза, конечно, обязательно кусочек моря. Почему-то, хотя я люблю аквамарины, но вот бирюза у меня с морем ассоциируется, и вот есть кольца с бирюзой, я на море их беру. Почему-то бирюза. Аквамарины я, это воспоминания о море в Москве. Так, дальше мы идем на вечеринку Гэтсби. Две очень похожие пары с разными ритмами, но очень-очень такие вроде простые, базовые, но наверное они ну куда подойдут? Такие же тоже должны быть. Ну и я, у меня слабость вот к этому ритму тан-дан-дан-дан-дан. Вот это вот когда оно у меня прям журчит. Мне кажется такой ровный хороший ритм. дробный довольно. Нет, дробный здесь за счет того, что разные фактуры, разные посмотрите, какие-то лунные. В общем, в общем, я пофантазировала. А вторые, они похожи, но тут я спела немножко про вот этот зеленый. Конечно, он здесь главный. ой, слушайте, смотрите, у меня сейчас с колья, они как хорошо завязались, как будто это вообще парюра. мне кажется, надо себе оставить. Я, кстати, их не примеряла, я вот верхушку только вчера доделала. Прямо чудесно. Так просто и так здорово. И сразу быстренько убрала все. так, ну что, давайте, пионы отцвели, но не в нашем саду. Две новые пары, такая лунная, какая-то туманная, естественно, вся там мерцающая, переливающаяся, серо, серо-сиреневая, больше сиреневая. вот к моему зеленоватому оттенку кожи очень красиво. В общем, очень романтичные по цвету. Да и вообще пионы же. Посмотрите. Я бы показывала, потому что их сфотографировать было очень сложно. То у меня ушел свет, то пришел, то тень там одна на плетень. В общем, красивые. Так. вторые они у меня сейчас темно-бордовые остались, а эти они посветлее. Сейчас просвет я вам показываю. Не видно просвет. В общем, у меня есть прям темно-бордовые, а эти посветлее. Как это показать? Что они посветлее? Как свотчи показывают, знаете, косметики. Вот так. Но они посветлее. так. Вот они. Ну, кстати, о птичках. Ведь у меня я себе ни одной пары не оставила. Как всегда. мне вот надо какие-то наверное бордовые оставить. Не знаю. В общем, какие можно, конечно, пойти попри. Какие останутся, такие останутся. А мы уж придумаем, куда их посмотрим. И теперь леденечки. На жару что еще нужно? Здесь прям вот ну вкусно невозможно. Ну вот для меня эти прям летние летние цвета золотистые, уходящие в травяной зеленый. И это очень вкусно. Прям у меня аппетит. Аппетит разыгрался. Мне уже пора кушать. Время кормления. Так. Вот. В общем, на самом деле просто долго у меня получается работа так размазалась. Я это доделаю. Это доделаю. на три коллекции тянет. Ну по смыслам и по по всему. А вот это смотрите. Ну невероятно. Вот этот золотистый. Как он контрастирует с этими перевернутыми сердечками. В народе мы зовем их жопки. я вот думаю интересно почему я сюда не сделала какую-то тоже такую вот лунную верхушку. было бы логично. Но нет. Я изыскала какие-то послед... Это причем это верхушку такую я без повтора. Ну вот так. Я не знаю. Может быть потому что их ждет девушка у которой такая рубашка. Так. Не забываем меня принаряжать. Ну вот. Ну вот я вполне такое могу носить с джинсами, рубашками. Собственно я в обычной жизни приблизительно так и выгляжу. Особенно когда я бегу с вашими посылочками. девочки и последняя пара. Ваши любимые цикады снова с нами. И здесь очень красиво получается цикада в золотом ободочке. Еще верхушка в золотом ободочке. Как они красиво играют. Так. Ну прям где мой боржом и навод с цикадами. Цикады хороши. В общем знаете я что-то притомилась мне нужно как раз боржома и покушать. Все таки это вам 26 пар показать это так скажем дальше там если дети смотрят то я молчу. А я знаю что некоторые дети смотрят. Девочки я на связи я тут у меня еще заказы есть и в общем трудимся даже в жару я вас обнимаю хорошей всем субботы еще более восхитительного воскресенья и до новых встреч пока пока. Субтитры и